Девушки отдыхают Сашенька, он ведь твой гувернёр А как вы, взрослый, отличаете, какой человек добрый, а какой нет? Ну, сразу это определить нельзя Нужно, чтобы прошло время А так можно только догадываться А если смотреть в бинокль? В бинокль В тот, который подарили мне на день рождения Вот в него-то как раз хорошо смотреть на сцену в театре Кстати, положи-ка его на место Как ты видишь, спиной Я догадываюсь Что же вы, взрослые, такие умные и не изобрели такого бинокля Через который можно было бы развлечать людей? Откуда ты знаешь? Может быть, и был такой бинокль Ну, только тебе-то он зачем? За тем, что я хочу сразу видеть Добрый человек или зол А есть история о человеке Который тоже вот так же, как и ты, хотела видеть сердца людей И ты знаешь, ему это удалось Называется эта история «Волшебные очки» Хочешь, я тебе расскажу? Нет, ты опять будешь меня наставлять и назидать Что он из-за этого не делает Ну и как хочешь Только знай, что произошла эта история С одним из твоих родственников И с которым жизнь их А ты угадай С этим Может быть А тебе зачем? Да так Пригодилось бы Ну, давай Что давай? Историю рассказывай А я угадаю Про кого она А ты будешь хорошо себя вести? Буду А Никифор Семеновича будешь слушаться? Буду Ну, хорошо Давай, слушай Только внимательно Очень давно Жил на свете человек Который хотел иметь очки с такими стеклами Через которые можно было бы видеть Сердца людей В далекой восточной стране Отыскались такие очки Сердца людей Со всеми их помышлениями Открывались через волшебные стекла Эта заморская диковинка Стоила целое состояние Долго Очень долго добирался этот ценный груз В наши края И вот, наконец, очки прибыли К своему новому владельцу Где? Где они? Прохор! Прохор! Я хочу их видеть Скорее! Скорее! Покажите мне! Где они? Прохор! Прохор! Продолжение следует... Благодаря этому предмету можно узнать много поучительного и интересного. Это очень важная вещь для изучения людей. Но там простые очки. Да, очки. Но утверждают, что через них можно увидеть то... Однако проверим их сначала на портрете. Действует. Что действует? Пойдемте скорее на улицу. Мне не терпится прогуляться с этими очками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно. Очень странно. Что вы увидели? Не ожидал права. Чего вы не ожидали? Это невероятно. Все до единого просто... Александр Гаврилович, рад вас видеть. Вы вовсе не рады. Что это с ним? Я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что с вами? Не подходите ко мне. Не подходите. Что случилось? Впрочем, вообще-то мне нужно идти... Мне нужно идти домой. Мне некогда зайти. Потом, не знаю. Потом когда-нибудь. Потом. Впрочем, зачем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Гаврилович, человек с большими причуднями. А вы не знаете? Ну, чудесный. Чудесный человек. Табачку не желаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно. Очень странно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прохор, закрой все двери. Все двери. Прохор, закрывай. Закрывай все двери. И никого, никого не пускай. Меня нет. Меня больше нет. Закрой все двери, Прохор. Все окна, все ставки, все шторы. Все. Впервые он таким вижу. Но я закрою двери. Ну, что случилось-то? Прямо мой не предложил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают 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 Поехали. Ну что, устал? Подай мне мяч. Ты откуда явилась, девочка? Кто ты? Я ангел. Ангел. Посмотрим. Твои очки не испортились. Просто мы, ангелы, не меняемся. Где ты? Я здесь. Где? Здесь я здесь. Где ты? Здесь я здесь. Ангел, где ты? Я здесь. Не убегай. Не бросай меня. Я здесь. Ты устал от людей? Устал видеть их в пороке? Почему ты не хочешь рассмотреть в люди в твою бессмертную душу и их способность творить добро? Я не нахожу в них этого. Но почему ты плачешь? Мне жаль тебя. Почему ты меня жалеешь? Ты меня не знаешь. Да я знаю тебя лучше, чем ты сам. Ты маленькая, самоуверенная девочка. Хорошо. Тогда сделай то, что забыл сделать. Получив эти очки, посмотри на себя через ним в зеркало, а потом осуждай ближнего, если посмеешь. Поля грешни! Что мне теперь делать? Счастливого Рождества! А ангел, он какой? Добрый, с кротким лицом, как у тебя, когда ты не капризничаешь. А потом? Что было потом? Батюшка! Александр Гаврилович! Батюшка! Александр Гаврилович, несчастье-то какое! Что случилось? Очки ваши разбились. Не-не-не, я не миноват. И дворник нашел под вашим окном. Вот. Ну, я права, не миновато. Дворник под вашим окном. Вот. Очки. Очки. Да разве это не счастье? Это счастье. Прохор. Понимаешь? Счастье. Человек исполнил повеление ангелов. И все люди стали казаться ему лучше и добрее, потому что он помнил то, что рассмотрел в своем сердце. И теперь, глядя на других, он старался отыскать в них самые лучшие стороны. И от этого сам становился добрее и счастливее. Я поняла, нужно на себя смотреть в эти очки, а на других простые стекла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова